Субтитры сделал DimaTorzok Я подготовился, взял все, что было в Dixie Говядина, грибы, свинина, курица Короче, завариваем дошики И идем истекать слюной на роскошь гитарную Это надо подобрать, нам с тобой еще обедать Чайничек поставим А еще я вам покажу, как вкусно заварить дошик Мир музыки на Маяковской Погнали! Нам на второй этаж гитарный отдел Только электрогитары Фоксофоны Роскошь, но не наша Звук Граница роскоши у нас сегодня установлена 300к Все, что ниже этой суммы, не подходит Гитарный отдел мира музыки К нам идет наш сегодняшний проводник по миру роскошества Ива Ива Привет Привет Так, у нас правило и граница очень простая Все, что дешевле 300 тысяч рублей сегодня, это говно Только роскошь Покажешь? Да Пойдем Погнали Как жаль, что мы недавно в Сент-Планедине Я бы тебе сейчас таких дорогих индонезийцев показал Реально были индонезы за 300, я не верю Да Да кто? О Мы без заграна пересекли границу Палетти Гитары Из Из палетов Длинных бочек 360 330 350 Все Больше А это что здесь делать в одном ряду? Рич Самбора 330 360 Самую дорогую Берем? Нет Самую дорогую Берем Это что, кожа дракона? С жопы дракона Слушай, а что так дорого? Расскажи Ты знаешь, я вообще на цену не смотрю То есть, как бы вот-вот круто и все А дальше уже скажи, что миллион Да, пусть будет миллион Это же Паулетти Это же Каштан Почти двухсотлетний То есть, если человек хочет сэкономить себе на гитару И кушать только одни дошки Это вообще не его тема Либо зазор от 300 до миллиона И тогда можно брать остальным И вот, типа, только мечтать Да? Ребят, это наша тема Мы вот в правильное место пришли Короче, это подписуха Ячиро Есть такой японский гитарист Но очень крутой, кстати Кто его не слушал Послушайте Чувак вообще крут Почему у человека, которого я не знаю по имени Есть подписная гитара У тебя я знаю У тебя нет подписной гитары Короче, вот стоит немножко рассказать Наверное, про эти инструменты В чем прикол фирмы Паулетти Горой бочки Короче, есть такой дяденька Зовут его Фабрицио Паулетти И династия Паулетти Еще с конца 19 века Это знаешь, что наш оператор тоже делает Паулетти Паулетти? Да, наш оператор Из сосновых досок Мы с ним недавно отбирали американские палеты Что там, альха с альховыми А, ну у вас винтажные Потому что новые американские палеты Они уже должны быть пластиковые Да, винтажные Винтажные Там еще альха местами порозовело Так что у нас тоже тут производитель Паулетти стоит Так, возвращаемся Династия Паулетти делала винчик Кьянти Очень много лет Винчик в огромных бочках Диаметром 2,5 метра примерно То есть они такие Ну, ты поместишься, в принципе Проблема в том, что бочки Их можно использовать там, ну, 2-3 раза А потом все Они уже непригодны для настаивания настоящего И на Кьянти За время существования производства Видной фабрики Паулетти Этих бочек накопилось Ну, примерно, как вот до той стороны Садового кольца А, фабрики Паулетти Он как бы, он лютнер Он вообще Музыкальные инструменты из дерева любит делать И он как-то вот решил попробовать А что будет, если я электрогитару сделаю Из вот этого самого каштана Правильная итальянская мафия Винишко и инструменты И он попробовал этот каштанчик Ему понравилось, как это все звучит Экспериментировали они С разными поставщиками дерева Потому что гриф из каштана Ну, такое себе Юр, пыль За 390к Итальянская Московская пыль Единственное, что Они долго искали поставщика дерева для грифов Очень-очень долго Потому что сначала они делали грифы из краснухи И Димон с гитарных историй Если кто знает Такой Димон с гитарных историй Да, у него интервьюшки даже брал Вот Он как раз рассказывал о каком-то паулете У него с шатающимся грифом Тоже с кожей Это была проблема именно махагоновых гриф Вот этого поставщика То есть у них в первых партиях Вот эти вот грифы Они немножко усыхали И начинал гриф в пятки гулять Это прям важный момент Потому что про паулете Я узнал в темные времена У всех были темные времена У фендера, у гибсона и у паулете У них они были По первым гитарам отзывы были отвратительны То есть тут все красиво Ясень, кожа, золото, гильзы Но люди брали гитарки в руки У них шатались грифы И потом Еще понтовое говно Вот, по-другому все И что сам Мне очень нравится Как потом конспирологии Это все обрастает И все такие О, это старые гнилые бумочки Они, короче, это Там все гниют Разваливаются и так далее Проблема была, ребят В грифах Из краснухи Теперь грифы делаются только из клена Даже если ты напишешь в паулете Скажешь, ребята Два миллиона русских рублей И еще миллион долларов сверху Ну, евро Посыпем так вот Они наотрез сейчас отказываются Работать с краснухой Все, они нашли нормального Хорошего поставщика из Канады Который присылает им клен Запекают они его сами В тех же печках После пиццы Накладочки могут быть любыми Черное дерево Пауфера Палисандр Кленчик Не важно Но сам гриф будет сделан Только из клена И грифы теперь не шатаются Я тоже в защиту Немножко включусь Во-первых Любят стебать Известные нам друзья Тоже любители Дорогих гитар Не будем называть их Поименно И указывать локацию Это не просто там Бочка С которой слили вино И пустили на гитару Нет Они все отлеживаются Больше 150 лет Эти доски лежали на складе И сохли О том, что Отсюда будет капать портвенчик Беспокоиться не стоит Кроме того, по ощущениям Я же известный гитарный сноб Стал с какого-то момента А, после того, как у вас Fuji Game купил Да Я, конечно, взял его с дикой скидкой Чему он был очень рад Но это все равно гитара Типа уровня Бонез престиж И после него трогать Все, что проще Тяжело Я в какой-то момент Думал Может быть, стратик В себе взять Страт Ну, вот Вот Страты Все знают страт Давай эту повесим аккуратненько Я тебе это доверю И возьмем Из моего любимого Вот Я люблю страты С кленовыми накладками Думаю Этот бы мне Очень понравился Вот А самбор Он еще и золотой Тебе нравится самбор А мне эта модель Не нравится Знаешь почему? Слишком дешево А это Дорожен 20 тысяч Поэтому лучше Я выбрал для себя Два лучших страта В Москве на тот момент Это была подписка Джона Майера Причем Лимитка Lunar Ice И она отличалась От серийных моделей Они там Немножечко изменили Распайку темброблока Там зачем прикол был Джон Майер сначала попросил Чтобы у него Ручки тона на максимум Были как на Семерке-восьмерке У Фендера Чтобы не было слишком ярко Сейчас мне кажется Эту моду убрали Потому что гитаристам Что-то хочется Больше возможностей Там по-моему Распайка уже была На Lunar Ice Адекватная И она акустически По-другому звучала То есть она была Более яркой Такой трескучей И Паулетти Два страта Я для себя тогда Отобрал Которые мне показались Лучшими в Москве Я думаю Что по-прежнему Сильверская И вот эта вот штука Это лучшие страты Все остальное Ну дешевле Конечно можно Что-то подойти Найти Но В принципе Я тебе могу Корт за 300 продать Без проблем Приезжай завтра Слушай Купишь мой корт За 300 Я бы правда За полтинник брал За 300 баксов куплю За 300 косарей Тебе брал Барыги Да Так Давай двигаться Дальше Давайте мы вместе С вами Восстановим Наш запас энергии После любования Все этой гитарной Роскошью И заварим Дошек Немножко его Модифицируем Простыми Дешевыми Ингредиентами Так что Он стал чуть лучше При этом Ничего не надо Будет варить Никакой дополнительной Посуды готовительной Нет Вот кипятком Мы заварим Кстати Кипяточек Поставим Закипать И пока Чайник Прогревается Препарируем Дошек Считается Что это Какая-то Вредная Нездоровая Еда Давайте По компонентам Разбирать Все Вот отсюда Высыпем Самая главная Часть дошека Любой другой Лапши Это собственно Сама лапша В ней Нет Ничего Плохого Это на самом деле Куча углеводов Полуфабрикат По хорошему Ее нужно варить Но какой-то Тогда будет доширак Если нам понадобится Кастрюля Поэтому будем Заваливать Кипятком Как и полагается Первый пакетик Со специями Тут лежат Кусочки сои Высушенные Травки И овощи Тут тоже Как бы никаких Вопросов Сразу Это все Засыпем Корень Всего Зла В чем Проблема Дошика Если посмотреть На этикетки Калорийность Там 400 Килокалорий Человеку Типа меня В день Нужно Порядка 2000 То есть Надо съедать Порядка Пяти Дошиков Чтобы Просто Восполнить Запас Энергии И тут Даже Речь идет Не о всем Комплексе Микроэлементов Типа белки Жиры Углеводы В основном Здесь Углеводы В чем проблема Главное Чем дошик Вреден При низкой Энергетической Ценности В этом пакетике Содержится Очень много Соли Его Лучше Полностью Не использовать Мы не будем Я Отсыплю Отсюда Примерно Там Половину Треть Потому что Вкуса Здесь Все-таки Содержится Много Вкуса Здесь Содержится Много И наш Любимый Чудесный Глутамат Натрия Которым Кстати говоря Тоже Нет Ничего Плохого Большое Количество Исследований Показывает Что С Глутаматом Натрия Дела Постоят Та же Как и С Большим Количеством Других Ингредиентов Если Не Жрать Слишком Много Никаких Проблем Не Будет Что Мы Будем Добавлять Смотри Вот если Паулетти Это такая Архаика В чистом Виде Такая Деревянная Архаика Это В основном Реликовые Стратообразные Телеобразные Инструменты Их Полным Антиподом Можно Считать Аристидос Не крошки Дерево Голландская Пыль Да Поверим На слово Итак Это радость Четыреста Писет Че тут Дешево Слушай Тут Видишь Не покрашено А у вас Есть Что-нибудь Под Миллион Сейчас Нет Уже Все Разобрали Да Блин Покажи Покажи Вот Вот Этот Ряд Эти Гитарки Они Стали Популярны Популярнее У них Кто Амбассадор Сейчас Главный Наверное Майк Стрингер Из Spiritbox Слушай Ну Наверное Для Тебя У них Много Я Пошел На самом деле С Арестидосом У меня знакомство Началось Когда я У Мэтта Хифи Восьмерочку Увидел Вот тогда Я думаю Короче Он тут еще Эстет Мне продали Эту гитару Несколько человек Майк Стрингер Потому что Я тогда Залипал На Spiritbox Харрисон Патута Изобор Тут Потому что Он себе Завел Веер На шести Струн Я слушаю Его Я так Ах Хочу Эту Ляск Прям Ничего Так Не получается И Мэтт Хиви Который Всем известный Эндорсер Эпифона Они их клепают Он получает Проценты Но Мэтт Короче Слишком Любит Кайфовать От жизни Поэтому Занимается Джиу-джитсу И покупает Любые гитары У него Наверное 20 Арестидисов Дома Лежит И Я посмотрел Кусочек Встрима Он там Играет Думаю Круто И он Их Пачками Покупает У него Насколько я знаю Уже Ред Лейер Второй Появился Да Да Я их знаю Я слежу за этим Очень крутой чувак И тоже из Голландии И еще Меня добил Слава Кавленос Шрезерс Всегда Готов помочь Аматори Старой Гвардии Уолд Вейс В том числе У него был опрос В инстаграме Его спросили Какую гитару Ты бы себе оставил Если бы поехал Необитаемый остров И у него тогда Был Аристигис Хамелеончик Зелено-розовый С тремя синглами Он сказал Вот этой гитарой Я такой Все Беру Но я ему написал Посоветовался Кстати клевый чувак Слава Во-первых Один из немногих Реальных гитарных героев В стране Я надеюсь Что я его вытащу На интервьюшку Давайте немножко Про суть Не грамма Не грамма дерева Она Может быть Один грамм есть В накладочке Потому что там Ричлайт А Ну типа бумага Ну да Вот эта вот Мука древесная Ну в общем Продукт натурального Происхождения Хотя вот граница Между натуральным И ненатуральным Нефть Она же тоже натуральная Из которой пластик делает Она из земли Ее же не магия Из воздуха Получаешь Таблицы элементов Химических Это все натуральное В общем Досок здесь нет Здесь есть Экзоскелет Из стекловолокна И углепластика Он снаружи Внутри Там специальный Резонансный материал Который там Что-то типа Смолы Из стеклянных Резиновых шариков Которые Голландские ученые Много десятилетия Разрабатывали Чтобы создать инструмент Не из дерева Но звучащий Есть прикол Не из дерева Сложно сделать инструмент И там есть причина Не только в звуке А в том Что они все Неправильно весят То есть если инструмент Не полый Акриловые гитары Охереть Какие тяжелые Алюминиевые Охереть Какие тяжелые То есть добиться Просто правильного веса Это уже проблема У них получилась Она очень приятненькая Для семиструна Кстати Ну не то чтобы она Супер на самом деле Легкая Потому что когда Они у нас ехали Я думал что они Будут реально легче Ну так вот примерно На самом деле Как поулей Слушай ну Джексон Мансура Наверное полегче Чем она будет Но если сравнить Это с другими Полимерными гитарами Просто небо и земля Не считая полых Ибонезов Но у них гриф перевешивает Кайфовая Она очень легкая Да На такой гитаре Играет один из гитаристов Лепрус Такая есть у Инсана А вот такой инструментик Есть сейчас У второго гитариста Плини Оранжевый Тоже Аристинис Ну кстати на Аристинисах Еще да Ты вот про Плини Сказал Я вспомнил Про Аарона Маршалла Из интервалс У него же тоже У Миши Мансура Был Аристинис Уайт Чепл Зак из Уайт Чепл Последние несколько лет Играет на этом моменте Просто люди перестают Смотреть видос Потому что они слышат Уже второй десяток имен Которых они не знают Лева Лева из второго подъезда Твой Ты живешь в доме Вот у тебя В соседнем подъезде Лева живет У него есть Аристинис Так лучше То что мы еще не закончили Понимаешь Сейчас начнут таскать Того Леву У которого есть полляма На гитару Ой слушай Тут ричела Это декорированный Не типичный Он подкленчик Такой типом Мы на роскоши Средоточимся У них есть базовые модели Эти ребята По мелочам Не размениваются Даже все Что у них стоит взять Можно взять За минимальные деньги Оно комплектуется Топовыми штуками Вот смотри То есть вот Принципиальная разница В чем У нас Вот эта вот серия R То есть это инструменты Которые они Не покрывают Краской Никакой Финиш Не делают То есть это вот По сути Колерованный Вот этот вот Тоже Ориум Который просто Они вышкуривают И все То есть вот Эта гитара Притом вышкуривается Морозочки Видны Это очень тактильно Приятно Вот у меня R Самый Самый потрясающий Гриф Который у меня Вообще был Все вот эти Матирование Краски Матовый лак Или какие-то Нарезки Как у Дина Зелински Все не то Вот эта вот Шлифовка Глубокая Продольная Вдоль грифа Пальцы Никогда не Прилипают И это просто Я из-за грифа Постоянно хочу На ней дома Играть Прикол Вот этих инструментов В том что Когда ты даже Покупаешь Дорогую акустику Из-за того что Дерево достаточно Живой материал И плюс-минус Все равно Понятно у дешевых Производителей Это варьирование Звука Может быть С достаточно Большим разбросом Там у тебя Оказалось Хорошая доска Плохая доска А это делается Из полимера То есть он Не такой живой Материал Он всегда одинаковый Поэтому инструменты В принципе Вот если мы берем Два одинаковых Аристетеса С абсолютно Одинаковыми Спеками То они будут Одинаково звучать Это как с цифровыми Инструментами Я не знаю С клавишами Да Но для физического Инструмента Который вибрирует Это вообще Уникальная ситуация Когда ты Заказываешь гитару И знаешь Что к тебе приедет То же самое Что лежит дома У Мэтта Хиви Майка Стрингера То есть Вообще Никаких компромиссов Если ты херово звучишь То дело в тебе А не в гитаре А акустики Дороже полулямы Есть Честно Но мы не пойдем Это не наша тема Все Переключаемся Я тебе на самом деле Сейчас расскажу Про то В чем прикол Акустик За полулямы И почему Технологически Там чуваки очень крутые Они прям вообще Они самые отмороженные Бредлав Бредлав Да Они отмороженные Реально В хорошем смысле Так Нам продали Необходимость Послушать акустику За полляма Вот оператор Оператор сомневается Мне уже захотелось Он оператор Что мы будем добавлять Во-первых Здесь катастрофически Не хватает белка Поэтому Я предлагаю Воспользоваться Одним сырым яйцом Которое мы приготовим И здесь Катастрофически Не хватает Правильного Азиатского Вкуса Которого Можно добиться Разными способами Мы его добьемся Тоже простыми Ингредиентами Которые Есть Обычно У всех Дома Или Если их нету То купить их Недорого Все мы под конец Заправим Свежей кинзой Потому что Это одна из самых Азиатских Трав Которую можно Представить Для вьетнамской Китайской Корейской Кухни Немного Соевого Соуса В нем Тоже есть Соль Поэтому Хорошо Что мы ее Отсюда Убрали Но еще Есть Аромат В идеале Конечно Соус Терияки Чтобы немножко Сладости Добавить Но Блин Его покупать Надо А эта дрянь Стоит у меня Дома Поэтому Мы добавим Чуть-чуть Сахара Про соус Я заметил Что если Залить его Сначала В дошик А потом Заварить Кипяточком Вкус Будет Немножко Иной Чем если Добавлять Его потом Не слишком Много Немножко Сахарочку Чтобы добавить Вот эту Типичную Сладость Азиатской Кухни Где все Смешано Кислое Сладкое Горькое Острое Еще одна Азиатская Штука Которая Есть почти В любом Китайском Корейском Имбирь У меня тут Остатки Молотого Имбиря Тоже Его насыпем Переборщить На самом деле Сложно С имбирем Особенно В кипятке Поэтому Его я Сыпану Щедро Кстати Еще Лимончик Чтобы кислинку Добавить Дошиком И всем Приправам Которые Тут упакованы Очень сильной Кислинки Не хватает А она Крайне Желательно Чтобы получить Полную палитру Вкуса Пару Листиков Оторвем Заготовим Чтобы потом Насыпать Добавим Свежими Чтобы они Пахли Чайник Закипает Пока он не остыл Разбираемся С яйцом Я не хочу Ничего Варить Мы воспользуемся Маленькой Хитростью Мы отделим Желток От белка Чтобы белочек Заварился Хорошо В кипятке Сверху Мы положим Желток И он там В пару Снаружи Приготовится И потом Это все Можно будет Когда Лапша Заварится Размешать С этими Макарошками И получится Очень вкусно Немножко Кремообразно И насыщенно На самом деле Есть Секретный Способ Отделения Желтка От белка Надо вылить Яйцо В какую-нибудь Тарелку Поднять его Вот так вот Руками Желток Не растрескается А белок Стечет вниз Белок Тоже мы сюда Выливаем На площадь Пошире Чтобы он Приготовился В нашем Кипятке А желток Оставляем В чашке Берем Кипяток И заливаем И поливаем Белок Так чтобы Он готовился Он лежит Здесь тонким Слоем Поэтому Проблемой Это не будет А вот Если бы мы Положили Целое Яйцо То оно Осталось бы Сырым И эту штуку Пришлось бы Ставить Например В микроволновку Чтобы она Доготовилась А мы Не хотим Использовать Лишние девайсы Только пакет С дошиком Кипяток И все Мы эту штуку Залили Белочек Уже постепенно Готовится Сверху Кладем Желток Чтобы он Тоже Немножко Пропарился Закрываем Минут на 5 Через несколько минут Я к вам вернусь И мы Закончим Это готовить Раз Грец Да Уууууууууууууууууууу Ёп Это краснуха Это краснуха 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 Клюк Будем передавать Ощущение Значит Здесь краснуха И ее Типа Open Пор От пескострую Или ее И наверное Что в упор Открыть Или как то пропилили рельеф потрясающий и при колеха дорогие гитар в плане грифа всегда какие-то необычные ощущения вот кладешь руку и чувствуешь дорого у гитара дешевле 100 тысяч даже 150 нет такого ощущения но по старым меркам можно было найти престиже за 150 170 тысяч и бонеза вот на них руки кладешь и чувствуешь дорого слушай срб вот вот этим тоже грешат вот берешь и нравится чернуха тут клёвая слушая она лакирована или так от полировали полируют фига смотреть полировка такая будто на ней лак очень блестящие ну я тоже нужно в целом обрабатывать лимонным маслицем и все проще равно так локовые колочки рейша суть колков рейша в том что у них на разные струны разные передачные числа то есть когда мы натягиваем тонкую струну нам можно сделать больше оборотов чтобы изменить то на определенную величину толстые струны они более чувствительные поэтому на них желательно ставить более чувствительные и колки с большим отношением вот в этот сет он собственно компенсирует и также точно как и первым можно строить здесь шестую струну альминзура какая стандартная лоскальчик 2475 и корпус матовый и срезы такие не будем замыливать глаза движемся дальше в таком случае вот эти фрамуса они немножечко изменили концепцию дизайна какой тонкий да смотрите смотрите пантера как бумага они сейчас идут в другом дизайне чем это было там лет десять назад мне очень нравится когда они сделали вот эти вот скосики смотри то есть уровень лишь он срезается и здесь кантик и стал тот же самый кленчик волна недостаточно глубокая но это потому что он всего лишь триста сорок стоит можно такое же за 400 и с волной поглубже миллион молодец ну я вот чем могу сказать у меня был индонез такой же тонкий и всего из 30 тысяч фрамус не вакс и вот это тоже а вас есть какой-нибудь роскошественный бас да еще наверное остался на него сейчас прицеливаются вот такой вот это 7 холла или холла бодип вот смотри вот тут вот тут он тоже был пол и да это получается 7 холл но тут доска сплошная за центру по центру сплошная доска ой какие резиночки вот эти вот очень приятные то есть когда ты их крутишь но очень приятно потому что тебя вообще не скользит и нет насечек слушай как они отрабатывают приятно крайне положение это микки миссии которые я даже в голове визуализирую как будто музыканта которому очень понравится такие маленькие противочек мне очень нравится у них свечи сейчас что за строп-локи такие это опять же родные варвиковские строп-локи мне нравятся свечи обратите внимание они чуть чуть ниже то есть это не лос-польный свеч с набалдашником а вот этот вот свеч он без насечки то есть вот сам штифт он является вот прям вот цельной палкой которая нету вот этого люфта присущего обычным тугу свечам воспользуем все равно я бы меньше люфт хотел ну я меньше не встречал трехпозиционных тугу а это пятипозиционик нужен да ты прав пятипозиционики более жесткая фиксация эти куда ты нас потянешь дальше нашли акустики бредлов да то запись идет идет мы сейчас пойдем еще одну границу без заграна пересекать это еще и на замке то охраняют люди а эту охраняет замок вот кстати зелененький аристидос и стратик как у фила экса о мне вот такого типа паулетти с палисандровой накладкой очень понравился прошлый раз он чуть был более фиолетоват был короче паулете кайф страты у паулете прям рекомендую даже даже работники магазина не могут туда попасть сами так прошло уже какое-то время все мы знаем если дошек оставить самим самим собой то вот это вот вся лапша очень плотно может чуть-чуть не доготовится поэтому мы ее потеребим и вот на этой стадии чтобы вкус был более разнообразным мы добавим немножечко лимонного сока и главное обращайте внимание на то что я ингредиенты беру очень дешевые большинство из них обычно лежат в холодильнике типа вот эта штука скоро не знаю 20-30 рублей пачка стоит вот это хреновина у меня на полке провела полгода минимум если не больше и соевый соус тоже вещь доступная кинзу нашу прекрасно берем она добавит очень много правильного вкуса лапша уже размякла белок полностью приготовился а желток еще жидкий и можно все это начать смешивать желточек текущий смешиваю с лапшой и это наконец-то начинает приобретать вид правильного такого жирного нажористого рамена японского куча компонент и пахнет просто божественно я не люблю запах чистого дошек и после него после него какой-то послевкусие во рту неприятно остается а вот это прямо прямо пища богов я думаю это готово к употреблению кстати ложки не хватает чтобы бульон попробовать по соли попробуем немного сахара не хватает немного сахара еще немного соевого соуса и еще кислинки имбирь конечно не заварится но его мне тоже мало щедро сыпанул будет очень азиатская еда а теперь прям пахнет имбирем все варево готово к употреблению давайте дегустировать делаешь глубокий выдох заходишь и делаешь глубокий вдох лаком и деревом пахнет и влажность примерно как влажность на мальдивах до в сезон дождей мы с вами в тропиках так ну ты просил во-первых про баз это лимит . выглядит как ворвик написано ворвик это ворвик это ворвик это как ворвик написано ворвик это фендер близ и я обратил внимание тут есть штучка чтобы поддевать видимо что для быстрой гулировки похоже на отсек для батарейки это активный бас да здесь стоят бортолини прямчик бортолини датчики пассивные сколько стоит а на моем басу за 50 тоже стоит бортолини и думайте теперь стоит это переплата такой или нет 50 бортолини 350 автографа ханса питера а без автографа сколько бы стоило без автографа дешевле насколько раза в два но из другого дерева с другими датчиками а здесь автограф потому что это подписуха это это лимит . то есть он на всех расписался волна хорошая какой рисунок ты смотри короче каждый год ворвик делают какой-то из своих басов в лимитированной серии в двадцать первом году это был стример они выпустили 100 пятерок 100 четверок в тимбилде то есть это серийное производство и по 50 инструментов пятерок и четверок в мастер-билде какая мезуровневая 34 стандартная да 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 вот конкретно этот 83 из 100 очень клевый строк во-первых он очень легкий нетипично для мой мой марина очень-очень кайфовый кленчик и про не заметил о сбалансирован а можно и кайфовый очень легкий так настраиваемся полмиллиона мы у нас будет сегодня норма с чем прикол конкретно этого инструмента во первых в том что верхние дек сделано уже из дерондахский достаточно редкая штука ты вот как человек который узнал в электро ну да тут я сусал дур-дур-дур птеродактильская ель какая-то и нихера не чаще всего даже на там дорогих мартинах на дорогих мэйтонах гибсонах верхняя дека делается в серийных инструментах из ситхинской не смешно хорошо это у меня тоже более дорогая деревяшка она лучше в плане акустики но она она существенно дороже и мартина обычно ее используют только для изготовления пружин ну окей ты можешь там плюс три косаря заплатить тебе сделают верхнюю деку из дерондахский ели но чаще всего там идет обычная ситинской здесь уже массив именно дерондахской ели тоже аккуратненько красиво они ребята очень щепетильный плане подбора волна деревяшек да 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 они вот в чем прикол бредлава в том что они очень сильно заморачиваются в плане акустики дерева когда производит инструмент вот это кто не знает эту компанию условно основали ребята из один товарищ из вашего американского того самого американского но не стоила они очень называются 20 архиве и улица да как происходит подбор дерева для производства всех американских слушая я тут уже вижу ребята тут внутри есть попробую это зацепить и вот эти вот x-brace и в чем прикол за что вы платите если берете инструмент подороже это про акустические свойства всякую подстройку вот видите здесь фасочки фасочки вот здесь на самом деле фасочки делают много кто уже научились ну слушай на и на дешевых мартинах по две сотни тоже есть фасочки не тоже заморачиваться на просто хочу рассказать не все в курсе не все давай говорит короче как происходит производство есть склад где лежат бланки для дек верхний нижний их подбирают попарно чтобы резонансные частота верхнего и нижнего бланка они совпадали изначально то есть пару сделаны пустили в производство вырезали деку обшкурили обточили просто простукали померили резонансную частоту расходятся немножечко подстраивают снова подтачивать деку чтобы снова после вот этой обработки она снова верхняя и нижняя дека они снова были с одинаковой резонансной частотой приклеили пружинки сняли фасочки опять что-то разошлось подточили скалопирование начали делать пружин тоже условно и вдруг мастер рука мастера дрогнула и все лишнего снял вернуть нельзя такая дека дальше производства не идет и убраковывают то есть фишка в том что вот у всех инструментов американского производства у них вот эти вот деревяшки до момента покрытия уже финишем лаком матовым глянцевым неважно они всегда находятся в одном резонансе с одной резонансной частотой что позволяет инструмент очень круто звучать отдаленное представление на самом деле это ощущаешь когда берешь в руку и так парочку аккордик в легенькая кстати про штуку одну жестокую рассказал то есть касательно производства всех этих инструментов если у вас завод вы корт у вас много гитар по 200 300 баксов ваш мастер запорол какой-то гриф можно взять за другую болванку можно продать инструмент с каким-то дефектом потому что они стоят так дешево что люди все равно за них готовы эти деньги заплатить когда вы делаете гитары стоящие россии вот таких денег а впрочем остальном мире похожих больших каждая лишняя засечка или царапина делает инструмент непригодным для продажи то есть вы должны понимать какой уровень квалификации осторожности должен быть у мастера чтобы гитара от начала до конца была доведена так чтобы на ней не осталось ни одного дефекта причем тут дополнительная ответственность есть инструменты ну получилось царапины сполировали полмиллиметра слоя гитара играет гриф стал тоньше кайфа больше здесь лишние доли миллиметра стесаны с распорок внутри или с корпуса все гитара не работает то есть на каждой стадии вот каждую минуту когда человек сидит со своей стамесочкой или с стамеска шкурка наждачка вот наждачка вспомнил человек сидит со своей наждачкой каждое его неаккуратное движение может привести к тому что компания проебет полмиллиона рублей у меня это типично вообще переживание когда приходится там переключаться на гитарке попроще потом возвращаться к чему-то роскошному и всегда каждый раз вытащили вату из ушей просто звук приобретает ширину глубину даже несмотря на то что моно приобретает ширину будем закругляться скажи твой вердикт гитары которые стоят дорого стоит своих денег на самом деле тут ведь история в том что он это значит долгий классовский разговор в целом если у тебя есть возможность купить себе хороший дорогой инструмент и самое главное ты понимаешь прикол инструмент потому что я лично знаю людей которые ну как пауки и они играют там на недорогих фернандесах зарабатывают себе этим на квартиру например и прекрасно себя комфортно чувствуют и они не чувствуют необходимости с там свой какой-нибудь кастомный prs куда-то возить на гастроли в мурманск да не слышат эту разницу но им нормально он он не вызывают у них отвращение есть люди для которых это даже вот но там те же самые полете к примеру это не столько там музыкальный инструмент сколько ну просто вот еще одна вещь в коллекцию какая-то уникальная ну да 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 еще не можем исключать такого подхода с учетом того что инструмент это все-таки что-то более долговечное ты его купил и в целом его стоит стоимость там через несколько десятилетий как показал с разными олдовыми фендерами она вырастает то есть вот и купил iphone прошу куда и через несколько лет три-четыре года нужно менять кончился и все его с точкой с тачкой то же самое 58 лет за исключением некоторых все-таки таких опять же бутиковых штук да то есть блин ну когда у тебя мустанг шелби там но когда у тебя стоит гараже опять машины ты у тебя есть там спорт карчик или какой-нибудь мустанг ты на нем гоняешь два раза в год конечно его не нужно через восемь лет продавать и менять на новые это очевидно но в целом тачка как рабочий инструмент единственный 58 лет все начинает разваливаться дорогой ремонт или перепродажи и чаще всего все вместе с гитарами так не надо то есть а еще надо учиться слушать инструмент кстати да все-таки слух такая вещь которую можно развивать и хорошо если есть кто-то там из друзей которым ты доверяешь опытный наставник который говорит вот вот этот вот это гитары вот сюда именно надо слушать потому что именно вот тут вот у нее всякие приколюшечки ничего вот пора заканчивать вот в этой позиции зажатые роскошью с обеих сторон классно будет а знаешь была одна гитарка то там 7 тысяч долларов стоило акустика кстати что для меня нетипичная на ней поиграл и у меня слезка покатилась так хорошо бы бывает 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 короче поэтому надо внимательно слушать инструменты и понимать что если гитара некий производства стоит миллион хотя китайский я думаю тоже замену нужно может быть когда-нибудь мне получится привести мартин за 13 500 я тебя позову давай договорились все до встречи спасибо вот это гораздо лучше чем заваривать дошик сыриком теплое гораздо больше питательной ценности нету лишней вредной соли и вкус такой правильный в общем можете кстати в комментариях делиться вашими способами улучшения такой доступной банальной штуки как доширак я пойду есть до новых встреч соленая мусорка копим на гитару за полляма